Лукашенко. Очень много было его в информационном пространстве в последнее время. Он интервью NBC дал. Мы часто обсуждали вопрос угрозы севера повторной. Как думаете, в каком состоянии Лукашенко сейчас? Мы помним перед войной, когда он говорил, что там не с кем воевать. Потом он уже говорил, восхвалял украинскую армию, хвалил. Говорил, что спецоперация идет не по плану, чтобы там не говорили в Кремле. То есть Александр Григорович такой быстро адаптирующийся. Что сейчас? Насколько велика угроза того, что такие Александр Григорович будет вовсю втянут? Он уже втянут, безусловно. Он уже соучастник преступления. Он пустил через свою территорию чужую армию. Но сейчас на каком положении этих качелей? Ну, он действительно, как вы правильно сказали, очень хорошо адаптируется. По сравнению с Путиным, если сравнивать. Путин все-таки очень однообразен в своих моделях поведения. Действительно, он все свое правление был настолько однообразен и предсказуем. Вот я однажды совершил в кавычках слово подвиг 24 февраля, поедя против своих собственных моделей. А сейчас снова к ним вернулся. Снова, так сказать, только фиксирует то, что уже произошло. Александр Григорович, безусловно, не такой. Это человек, проявляющий инициативу, всегда берущую на себя. Он всегда берет именно на себя какие-то решения и дальше заставляет всех следовать своей воле. Поэтому он может быть преступником, он может быть врагом, естественно, белорусов. Ну, вот такие у него качества. Приказывает ценам остановиться, и они как-то там останавливаются. Продеваться некуда. Пока, к счастью для нас, он в силу своих больших когнитивных способностей, чем есть у Путина, понимает, что ему ни в коем случае нельзя вступать в эту войну усилиями армии. Что он потеряет власть в результате и, скорее всего, потеряет саму страну. Прямо саму страну Беларусь. Если белорусская армия вступит в войну, скорее всего, по результатам войны не будет такой страны, как Беларусь. Мне так представляется. А если не вступит, то как раз это шанс, что такая страна будет. Потому что с ней будут готовы разговаривать с какой-то властью Беларусь, будут готовы разговаривать и Украина, и Европа, если она не вступит в войну. А если вступит, почему у украинской армии не пойти на Минск, так сказать, это же не Москва. По Беларуси нам никто стрелять вроде бы не запрещал американский маршир. А тогда вот, простите, что я перебиваю, тогда встречный вопрос. Есть правительство в изгнании, кабинет Тихановской, о нем я еще отдельно хотел спросить, не торопится с ним правительство Украины налаживать контакты, но вот это вот правительство в изгнании, простите за цинизм, они как-то, раз не заинтересованы ли в том, чтобы Лукашенко дал этот приказ, тем самым ускорив падение его режима? Ой, ну вы обвиняете этих людей. Я никого не обвиняю, это уже минутка констрологии. Да, минутка констрологии. Я лично не знаком, безусловно, со Светланой Тихановской, понимаете, такое что-то, может, хотеть или не хотеть Светлана Тихановская, все-таки она главный легитимный лидер белорусского народа, все остальные это уже ее назначенцы, потому что она избрана как президент на свободных, на выборах, несвободных даже, все равно избрана. И все это понимают, главное, все это понимают, никто этого не говорит слух, но все это понимают, что она избрана белорусским народом как президент. И у меня с ней много каких-то там знакомых, я с ней лично не знаком, и насколько я видел ее и в интервью, и то, что я слышал, она не может этого даже хотеть, вот того, что вы говорите. Просто не способна этого даже хотеть, потому что вот так повезло, белорусы выбрали человека именно, вы знаете, она, ее нельзя называть там сильным политиком, над ней там могут смеяться и так, и сяк, и по-всякому, но она человек гуманистического склада. Ну вот так получилось, да, выбрали такую, она учительница, она человек гуманистического склада, и она ко всему подходит с гуманистических позиций, вот и все. Поэтому она не может такого захватить, просто не может. Вот, это я, тут я могу вам ответить за белорусское правительство в изгнании. Почему не торопится наша власть налаживать мосты с кабинетом Тихановской? А вот по той же самой причине, потому что, а в чем выгоды? В чем выгоды? Их надо обозначить, понять, там, наша власть должна посмотреть, не будет ли здесь каких-то рисков. То есть, да, Тихановская много раз за время, что она избирный президент, она как-то там выступала, ну, понятно, что выступала против войны, это само собой, но наша власть считает, что недостаточно осуждала Российскую Федерацию, недостаточно отдалялась от Российской Федерации. Действительно, Тихановская, как человек, ну, очень взвешенный, возможно, слишком взвешенный для нынешней ситуации, она слишком смотрит, вот у них главный лозунг, знаете, какой это у правительства в изгнании? Ну, это не официальный лозунг, я имею в виду, неофициальный, а вот видно по их всем действиям, по всем словам, которые я слышу от них. Главное, чтобы мы не растеряли вот поддержку всех, чтобы все белорусы были за нас. Не 60%, а все, понимаете? Вот когда нормальный там лидер, так сказать, в нормальной демократической стране принимает какое-нибудь решение, там, Макрон, за него на выборах проголосовало 60%. Он должен следить, чтобы за него было 60%. И он принимает решения, которые 40% осуждают. А Тихановская и ее команда пытаются принимать решения, которые 90 с лишним процентов одобрят. А сказать, мы расстанемся с Россией, построим здесь, ну, это так, вы можете осуждать, это вам может не нравиться. Нет, нет, Михаил, ну давайте перечислим на пальцах, какие решения поддержат 90%. Давайте, это такие решения, как, давайте, чтобы у всех была высокая зарплата. Давайте, чтобы... Нет, 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 ну, извините, это, возможно, не решение, просто риторика. Вот они говорят, что мы не собираемся вступать в НАТО, мы собираемся быть многовекторными, дружить и с Россией, и с Украиной, и с Евросоюзом, и с Балтией. Это невозможно, но когда белорусы это слышат, ого, это хорошо, да, действительно, со всеми будем дружить, хорошо. А это невозможно. А если предложить то, что возможно, то есть сказать, что возможно, а мы будем нейтральной страной. Беларусь не может уцелеть, как нейтральная страна, это просто нереально абсолютно, сожрут любые, да. Поэтому реальность в том, что реальный лидер Беларуси, который когда-нибудь в ней будет, если она будет свободной и будет страной, он должен сказать, мы идем в НАТО, даже думать нечего. На границе с Россией мы пока построим забор, а потом посмотрим, как Россия себя ведет. Потому что она нас уже однажды оккупировала, правильно? Наши друзья вот на севере Латвии, Литва, Эстония, на юге Украина, на востоке Польши, правильно? Все. Вот это позиция нормального лидера Беларуси. Но проведите сегодня опрос в Беларуси, сколько людей готовы такую позицию поддержать, и мы увидим 30%, я думаю. Продолжение следует...